Раби Мейр Кахане Из книги «Неудобные вопросы для удобно устроившихся евреев» Яблоки и яблони Глубоко на дне, погребенный под толщей еврейской совести, Мучает и не дает покоя вечный вопрос, Главный кошмар всех еврейских кошмаров. Это вечный колокол, который отзывается в еврейских умах И заставляет учащенно биться сотни испуганных еврейских сердец. Это вопрос всех вопросов. Если оставить его без ответа, Он уничтожит все причины существования сионизма, Еврейского государства и еврейского народа. И это вопрос, на который у светского еврея нет ответа, И потому его сын, более честный, чем он сам, Уже не видит необходимости ни в сионизме, Ни в еврейском государстве, ни в еврейском народе. Стоит ли удивляться, что бедный еврейский лидер, Интеллектуал, неоровин, Рассыпается у всех на виду, Одновременно набрасываясь в зверином порыве гнева На всех, кто поднимает этот вопрос, Хотя и его самого, и еврейское государство, И еврейскую общину мучает душевная агония. Это настолько простой вопрос, Что его простота породила массу еврейских комплексов. Этот навязчивый вопрос привел к духовной гибели Больше молодых евреев, чем сгинуло в гитлеровских лагерях смерти. Этот манящий вопрос соблазняет молодых евреев и израильтян, Проглатывает их и увлекает в могилу ассимиляции и национальной гибели. Еврейский вопрос нашего времени С бесподобно жестокой честностью Метит в самый эпицентр интеллектуальных и логических основ Сионизма, Израиля, иудаизма и еврейского народа. Это вопрос, который удаляет и заменяет собой Четыре классических вопроса пасхального седера. Этот вопрос сам превратился в нескончаемый мини-седер, Который накрывается каждый день еврейского года. Как мало молодых евреев все еще произносят Четыре первоначальных вопроса, И насколько меньше, не задают самый главный. Зачем вообще быть евреем? Светские отцы нации, Позвольте задать вам один вопрос. Зачем этот еврейский народ Должен быть отличным от всех прочих? Зачем этот народ вообще должен быть? Зачем данный конкретный еврей Должен быть частью племенного, Обособленного, отдельного, Изоляционистского народа? Если он может быть универсальным человеческим существом, Без всяких ограничений, Будь то смешанные браки или ассимиляция. Почему во всех народах можно свободно жениться на симпатичной, Умной, порядочной, молодой женщине, Как еврейке, так и нееврейке, А в этой семье можно жениться только на еврейках? Почему во всех семьях стараются разрушить Примитивные, архаичные тенденции к изоляции и обособлению, Постичь все культуры, религии и национальности, В то время как в этой семье Мы постигаем только один узкий предмет – Еврейство. Почему в Израиле мы должны жить В постоянном состоянии войны Из-за того, что хотим всегда пребывать В состоянии еврейства? Почему мы должны быть сионистами И настаивать на сионистском, Еврейском государстве, Если это ведет К непрекращающейся войне с арабами? Почему мы не можем жить В демократическом, светлом Израиле, Палестине? Почему все демократические нации Едят все виды овощей, А мы вынуждены употреблять Только горькие плоды сионизма и еврейства? Короче говоря, скажите мне, отцы нации, Зачем быть евреем? Бедное дитя, запутавшиеся, потерянные, заблудившиеся, Бедные отцы, запутавшиеся, потерянные, заблудившиеся, Бедные евреи, запутавшиеся, потерянные, заблудившиеся, Вот где расизм в чистом виде, Упорная и рациональная приверженность еврейству Без единой логической, моральной, этической причины для этого Еврейство и еврейское государство Причина существования которого ничуть не более логично, Чем особый статус на основе страстного желания быть другим Вот где абсолютная форма расизма Светский еврей, как Израиля, так и изгнания Сохраняет еврейство не в силу логической, не племенной точки зрения За тысячи лет он так и не смог рационально объяснить Почему он настаивает на том, что он еврей и отличается от остального мира Светский еврей, как в Израиле, так и в изгнании Является евреем только по одной из двух иррациональных, эмоциональных причин Это специфический синдром, который я называю ЧОЛНТ и ГОИМ ЧОЛНТ – это традиционное еврейское блюдо, которое едят в Шаббат Оно состоит из мяса и фасоли Его готовят на огне всю ночь до утра Поскольку в Шаббат нельзя зажигать огонь Этот термин хорошо символизирует культуру желудка в кавычках Особую ностальгию еврея по ортодоксальной семье Отца или деда и ее обычаям, образу жизни и всем тем традициям Которые он вспоминает с теплотой даже после того, как отказался от них Он, нынешний еврей, привержен еврейству, которое основано на теплых воспоминаниях о других людях Которые придерживались настоящего еврейства Его еврейство – это воспоминания о пасхальном седере Свечах шабата, еврейских молитвах и уроках, которые он усвоил в детстве Иудаизм вряд ли Скорее, ностальгия по иудаизму Челнт С другой стороны, его еврейство часто дает о себе знать Не потому, что он узнал об иудаизме что-то позитивное Если даже и узнал, его еврейство запечатлено в нем не евреями Гоим, которые не позволяют ему забыть о том, что он еврей Как бы он не хотел этого Действительно, антисемитизм всегда был лучшим гарантом еврейства Вынуждая еврея признать свою сущность, хочет он того или нет Челнт и Гоим Оба положены в основу сионизма Отцы политического сионизма, выбросившие подлинный иудаизм Остались евреями только под двойным влиянием Челнт и Гоим Во-первых, вспомним реальность жестокого антисемитизма Царствовавшего в Восточной и Центральной Европе И в 1880-м, и в 1980-м году Лучшим доводом в пользу создания еврейского государства Был никто иной, как царь, который напоминал евреям Что без своего государства их не будут воспринимать Ну и, конечно же, Челнт Как ни старался ранний сионист стать в оппозицию религии Ему никогда не удавалось избежать бремени Челнта Ностальгии Это иудаизм Это хедер Маленькая еврейская школа В которой он ребенком учился в русском или польском штетле Сделали его евреем и сионистом Это его религиозные родители Вместе с бабушками и дедушками И воспоминаниями о доме и семейных праздниках Создали светский сионизм Он так и не сумел спастись от этого, как ни старался Политический сионизм со всей его светскостью и антииудаизмом Возник исключительно из-за Челнт и Гоин Однако сами по себе Эти два сильных эмоциональных фактора Не смогли обеспечить постоянство Если в основу сионизма и еврейского государства Положены только эти факторы Они привлекут только тех, кто сам испытывал эти чувства Невозможно передать другим чувства, которые они не испытывали Так и основатели светского сионизма Чье еврейство в кавычках и сионизм в кавычках Покоились исключительно на упомянутых эмоциональных основаниях Никогда бы не смогли передать их своим детям и внукам У которых уже нет воспоминаний и ностальгии родителей Вот почему светский сионизм Был обречен с самого первого дня своего существования Он преуспел исключительно благодаря стечению временных специфических обстоятельств Которые сложились на зре его истории В какой-то момент ему удалось создать еврейское государство Но затем, когда подросли дети и внуки Не знавшие Гоин, царя и антисемитизма Воспитанные в нерелигиозных, полностью нееврейских домах Где уже не было ни челнта, ни свечей, ни ностальгии по еврейству В этот момент светскому сионизму уже не удалось передать новым поколениям Тот тлеющий огонек, который когда-то был пламенем иудаизма Когда его убрали из огня, он стал меркнуть Молодой израильский сабра Не знающий ни Гоин, ни челнта Брошен на произвол судьбы Без единой эмоциональной причины оставаться евреем А после того, как родители отняли у него иудаизм Не осталось и логических причин А в условиях, когда равнодушие к иудаизму и еврейству Помножены на реальность войны Ежегодной военной службы Высоких налогов и депрессии Стоит ли удивляться, что молодой израильский еврей Лишенный корней и давно язычник Мечтает уехать Что он уже настолько не еврей, насколько это возможно Что он отворачивается от всех бессмысленных ценностей Отцов-основателей сионизма и еврейского государства Если как следует поразмышлять Становится понятно Этого монстра создали именно они Отцы-основатели современного сионизма Современный или политический сионизм Возник не только ради спасения еврея От физических опасностей изгнания Его идеологи использовали его Как инструмент для создания принципиально нового еврея Который больше не будет связан С законами, правилами и нормами религии Около двух тысяч лет Еврейский народ ясно определялся Как религия-нация Когда речь шла о еврее Автоматически имелся в виду иудаизм Если не еврей хотел стать евреем Он делал не то Что делают, когда хотят стать англичанином Французом или немцем Желающий присоединиться к еврейскому народу Должен был принять еврейскую религию Вот чем был иудаизм Религией-нацией И почти две тысячи лет Евреи не просто придерживались какой-либо религии Они жили согласно еврейским законам и нормам Еврей ходил с Богом Преклонял голову перед ярмом своего Бога Видел свою личную судьбу И судьбу всего народа Только вместе с Богом В еврейском менталитете Не было места понятию светский Не существовало и обособленного понятия Национализм Если евреи и считали себя нацией Народом То только потому Что так учили Тора и иудаизм И все это в один миг изменилось С появлением современного политического сионизма Политический сионизм поставил задачу Сделать еврея нормальным В кавычках Как все прочие народы Он сделал своей целью создать Нового в кавычках еврея И новый еврейский народ Который должен прийти на смену тому Который светские сионисты Глубоко презирали Со временем эта ненависть Светских сионистов К самим себе Отразилась и на созданном ими государстве Первым сколько-нибудь Влиятельным современным Светским сионистом Был Лев Пинскер Он писал о том Что евреи должны стать Как все прочие нации Народом со своим языком Обычаями и землей Конец цитаты Это стало главной задачей повестки дня И Пинскер даже предположил Что евреям не обязательно Возвращаться в святую землю Цитата Если бы у нас был безопасный дом Так чтобы мы закончили Наши бесконечные скитания И наконец воссоздали свою нацию В собственных глазах И глазах всего мира Тогда не было бы необходимости Восстановление древней иудеи Мы не должны привязываться к месту Где наша политическая жизнь Однажды была насильственным образом Прервана и разрушена Цель наших теперешних усилий Не святая земля Но наша собственная земля Из которой никакой иностранный правитель Не сможет нас изгнать Конец цитаты Если говорить об отце политического сионизма Теодоре Герцле То его сионизм стал следствием Не столько особых еврейских чувств Сколько результатом того шока Который он испытал От суда над Дрейфусом Когда цивилизованная Либеральная Франция Продемонстрировала чудовищный антисемитизм Ирония в том Что отец современного сионизма Был обращен в еврейство Не евреем О ненавистникам евреев Не через иудаизм Но через народы Синдром Гоин Неудивительно Что в его последней книге Новая старая земля Алтенойланд Отражены представления о еврейском государстве Основанные на либеральных течениях Вены И ни слова о еврейском государстве Будучи ассимилированным евреем Герцель полностью проигнорировал идею еврейской нации Основанной на иудаизме Идею существующую с незапамятных времен Благодаря которой предки Герцля и оставались евреями В своем описании идеальной новой старой земли Он писал Цитата Вопросы веры раз и навсегда Исключены из общественной жизни Если кто-то хочет практиковать религию в синагоге, церкви, мечети В художественном музее Или на филармоническом концерте Общество это не волнует Это его личное дело Конец цитаты Даже официальным языком еврейского в кавычках государства Не должен был стать еврит В своем ключевом труде еврейское государство Герцель писал Мы не можем общаться друг с другом на еврите Кто из нас владеет им достаточно, чтобы купить железнодорожный билет с его помощью Это невозможно Однако эту сложность довольно легко преодолеть Каждый может продолжать говорить на том языке, на котором ему удобнее всего выражать мысли Швейцария прекрасно доказывает, что возможно существование федерации языков Конец цитаты Таким был родоначальник политического сионизма Человек, отвергнувший еврейскую веру Еврейский язык Готовый принять в качестве еврейского государства Уганду Именно здесь В отправной точке нового сионизма Содержится объявление войны Против иудаизма и еврейского народа Как религии нации Родившиеся на Синае Гершон Шокен Редактор израильской газеты Аарец Светский сионист И патологический борец с иудаизмом В 1984 году Провел семинар на тему Отношения иудаизма к иностранцам Он предельно ясно Охарактеризовал сущность Современного светского сионизма И цели его современных израильских приверженцев В Восточной Европе Сионизм был главным образом Бунтом против еврейской религии Сионисты стремились выкорчевать ее Чтобы от нее не осталось и следа В будущем новом еврейском обществе Если мы хотим создать и развить современное государство Мы должны создать такую ситуацию При которой религиозная жизнь Будет уделом частной жизни Протекающей в синагогах и ешивах И не будет влиять на государство И общество вне этих рамок Конец цитаты Утверждение Шокена Что сионизм возник как бунт против иудаизма Вовсе не преувеличение Это с предельной ясностью видно В работах ранних мыслителей И поэтов сионизма Так, один из самых знаменитых Современных еврейских поэтов Шауль Черняховский Приветствовал язычество И евреев-язычников Которые казались ему мужественными и прекрасными В отличие от бледных еврейских ученых Восточной Европы Черняховский воздавал должное Древним хананейским богам евреев Так еврей Персонаж стихотворения У статуи Аполлона Обращается к греческому богу С такими словами Я преклоняюсь пред тобой Сила и красота жизни Преклоняюсь перед твоей юностью Которая словно ураган Страшит и гонит прочь Иссохших людей Пытающихся отнять жизнь моего бога Заковавших в путы своих молитв Тфелин Эль Шадая Господина пустынь Товел дерзких захватчиков ханаана Мика Иосиф Бердичевский Который восхищался Ницше и его идеями О примитивной природе И заимствовал немецкую идею О переоценке всех ценностей Объявил войну Иудаизму и евреям Которых он породил Мы стоим на пороге войны двух миров Быть или не быть Быть последними евреями Или первыми израильтянами Нам нужна не реформа А переоценка Фундаментальная переоценка Всего образа нашей жизни Мыслей самой нашей души Еврейская наука и религия Не являются базовыми ценностями Каждый имеет право Либо верить в них Либо нет Но народ Израиля Существовал и до них Израиль предшествует Торе Мы являемся последними евреями И одновременно первыми представителями Новой нации Конец цитаты Евреи всего мира были шокированы Когда весной 86-го года Вандалы сожгли синагогу в Тель-Авиве Напали на религиозную школу И порвали сотни религиозных книг Все задавали один и тот же возмущенный вопрос Как такое могло произойти Когда мы начали так ненавидеть самих себя И нашу собственную религию Как всегда у еврея короткая память 6 мая 1903 года Хайм Вейцман Один из гуру современного сионизма Президент всемирной сионистской организации И первый президент государства Израиль Написал объемное письмо Теодору Герцлю В нем говорилось Цитата Дети открыто восстают против родителей Старшее поколение замкнулось в традиции И жесткой ортодоксии Молодежь делает первые шаги В поисках свободы от всего еврейского В одном местечке под Пинском Молодежь изорвала свитки Торы Это о многом говорит Конец цитаты Затем он предостерегает От любых попыток привлечь Религиозных евреев В лагерь современного сионизма Это приведет к катастрофе Если в иудаизме и есть что-либо нетерпимое и непостижимое Для лучших представителей еврейской молодежи Так это стремление приравнять свою сущность К религиозному формализму ортодоксии Конец цитаты Еврейскую молодежь, по его словам, можно спасти только с помощью сионизма И возврату к еврейской культуре Но, цитата Последнее больше не должно отождествляться с еврейской религией Политический сионизм Создавший государство Израиль Это детище идеологов и политиков Которые хотели разделить иудаизм и государство И создать полностью новое представление о евреях Религия, традиция, Бог Больше не имели принципиального отношения к еврейскому народу Новый еврей должен был освободиться от всех ограничений религии И стать нормальным, в кавычках Как все остальные Нахман Сыркин Идейный вдохновитель умеренного, в кавычках, социалистического сионизма Работы которого дали миру таких людей Как Бен-Гурион и Кацнельсон А также современную лейбористскую партию Израиля В своем воззвании к еврейской молодежи писал Сионистский социализм считает, что еврейская религия Не религия вовсе, но трагедия Главное препятствие на пути еврейской нации К культуре, науке, свободе Конец цитаты Яков Клацкин, глава еврейского национального фонда И редактор печатного органа Всемирной сионистской организации Дивельт объявил Сионизм ознаменовал начало новой эры Которая не только положила конец диаспоре Но и сформировала новое определение еврейской идентичности Светское определение Быть евреем не означает принятие какого-либо религиозного или этического символа Одним словом, чтобы быть частью нации Не обязательно верить в еврейскую религию И следовать еврейской духовности Конец цитаты В другом месте Духовный критерий таит в себе огромную опасность Не только для нашего национального возрождения Но и для нашего возрождения как индивидуумов Он сковывает наш дух цепями традиций Подчиняет нашу жизнь набору доктрин Наследию и ценностям древнего мировоззрения Мы связаны устаревшими ценностями Которые, лишая свободы мысли Травмируют нашу личность Во имя национального единства и солидарности Из эссе «Границы» Война против иудаизма Берущее начало в ненависти к себе Лучше всего описано в работах пролетарского писателя Йосефа Хайма Бреннера Цитата Предыдущие поколения Жили не освещением имени Но различными схемами Направленными на получение выгоды Из коммерческих функций Которые требовало от них население Они жили для охраны своих богатств И роста доходов Да, мы выжили Мы живем Верно Но чего стоит наша жизнь? У нас нет наследия Каждое поколение ничего не дает следующему Если мы что-то и получили Равинскую литературу То лучше бы ее никогда не было Даже сама наша вера и религия Была в основном украдена Отобрана Заимствована И переписана Нередко вульгарно Другими Ангелами Демонами Фокусниками И чародеями Талмуда Статья самокритика Ненависть к себе Возникающая в сердцах и умах Светских сионистов Ошеломляет В изгнании еврея поносили На него плевали Считали трусом Паразитом Ущербным Низким Социальным калекой Непродуктивным Термины, которые позже возьмут на вооружение нацисты И случилось так, что светский сионист Дал выход своим чувствам Не к евреям изгнания А к самому иудаизму Это был продукт невероятной ненависти к себе Ненависти, которой предстояло существовать столько, сколько существует иудаизм Ненависти, которая в конечном итоге привела к трагедии современного государства Израиль В котором светские самоненавистники Стремятся Развязать гражданскую войну И положить конец иудаизму Ставшему тернием в их глазах Хорошо уже то, что новые сионисты Отвергнувшие иудаизм и Бога Как фактор еврейской национальной жизни Терпимы к иудаизму Даже культурный лидер сионизма Ахад Хаан Который расходился во мнениях с герцлем и другими политическими сионистами Видевшими в сионизме исключительно политическое движение Едва ли настаивал на религиозном характере еврейского народа Его сионизм был своего рода культурным сионизмом А еврейское государство для него означало культурное возрождение Которое он довольно неопределенно описывал в терминах Этических учений древних пророков Эти глупцы, чей сионизм возник только потому Что они воспитывались в традиционных семьях Чьи предки выжили как евреи только благодаря религии Чьи симпатии к еврейству обусловлены только той еврейской традицией Которую они отвергли Вряд ли они осознают Что если лишить их детей и внуков иудаизма Они со временем отвернутся и от сионизма Светский сионизм является еврейской ассимиляцией Как и все нациалистические движения других народов Светский сионизм увидел в секуляризме Прогрессивную, просвещенную черту современности В отношении к этому вопросу нет никакой разницы между правыми и левыми И даже правый националист Зеев Жаботинский Писал своему сыну, который позже стал атеистом Осудил иудаизм в первом кнесете В который был избран И призвал к созданию ханаанской в кавычках нации Израильтян вместо евреев Лично я не вижу в еврейском ритуале ничего священного Конец цитаты Хотя Жаботинский и относился к религии С гораздо большим уважением, чем левые Он ясно дал понять, что видит будущие народы государства Вне всякой связи с иудаизмом Даже крупнейший американский сионист Луис Брандейс был неверующим Он рассматривал сионизм как идеал, который должен прийти на смену иудаизму Для Брандейса еврейский национализм был привлекательной заменой еврейской религии Конец цитаты Вот почему новые сионисты, особенно социалисты Так стремились искоренить иудаизм И заменить его своей новой идеологией Нередко лукаво манипулируя религиозными темами И подстраивая их под свои нужды Так радикальный социалист-сионист Бер Борохов Хвалил грешного сына в кавычках из пасхальной Агады За то, что он отказался покидать Египет по указанию Бога Грешные сыны нашего времени, говорил он Достигают свободы собственными силами Кибуцная Агата провозгласила Мы, поколение свободных людей Будем праздновать свободные от рабства традиции Конец цитаты Одна из наиболее популярных ханукальных песен современного сионизма Взяла традиционную фразу молитвенника Кто может пересказать славу Бога И заменила ее на Кто может пересказать славу Израиля В конечном итоге оставался лишь один шаг Чтобы кибуцная Агада провозгласила Слушай, Израиль! Израиль наша судьба! Израиль один! Эта тенденция достигла кульминации Когда изменению подверглась молитва о мертвых Кадиш! В ней социалисты заменили фразу Да прославится и осветится его имя На Да прославится и осветится человек труда В статье в газете Гаррец 20 июня 1986 года Натан Дуневич вспоминает Как в самой известной сионистской средней школе Тель-Авива Герцлии Учителя насмехались над учениками Надевавшими во время урока Библии Ермолку Говоря У вас что, голова мерзнет? Конец цитаты Да и в самой декларации независимости Израиля Содержится фраза Отражающая отказ лидеров политического сионизма Допустить Бога к созданию еврейского государства Лидеры сиониско-социалистических партий Категорически отказывались упомянуть в декларации имя Бога Вместо этого было решено вставить многозначный термин Цур-Исраиль Скала Израиля Который для каждого может значить свое Будь то мужчина или женщина Социалист или раввин Таким образом Светский сионизм Возник как еврейский национализм В кавычках Религия-нация Синая Была заменена национальным освободительным движением Еврейского народа В кавычках Бог перестал играть какую-либо роль И иудаизм в лучшем случае Утратил первостепенную важность В тот самый момент И возникло то базовое противоречие Которое сегодня раздирает государство Израиль И фундамент современного сионизма Израильский министр абсорбции и эмиграции Яков Цур Сын Кибуца Левый прогрессивный гуманист Настолько ненавидит расизм Что во время выступлений Каханы в Кнесете Он выходит из зала Чего не удостаиваются ни арабские парламентарии Ни коммунисты И вот однажды этот прогрессивный гуманист Борец за демократию и равноправие всех людей Созданных по образу Бога В которого он не верит Восходит на трибуну Кнесета И делает следующее заявление Сегодня мы боремся за волю Еврейского народа Оставаться еврейским В этом вся истина Никогда еще в еврейской истории Не было так просто не быть евреем Во Франции более 70% заключают смешанные браки Это часть борьбы за выживание еврейского народа Конец цитаты Что это такое, говорит министр Сын левых кибуцников Борец с расизмом и дискриминацией Дитя демократии и равноправия Предупреждение от смешанных браков Разве прогрессивный сторонник равноправия Может возражать против смешанных браков Может ли быть большая дискриминация Чем запрет евреям вступать в брак с кем-то Кто от него отличается С неевреем Выживание еврейского народа Есть ли хоть один прогрессист Кто не воскликнет в ответ на это заявление Реакционер, расист Наше поколение борется за интеграцию всех народов Чтобы покончить с нациалистическими Племенными борьдерами Их разделяющими Конечно, министр является собой Классический образец болтливого Сбитого с толку шизофреника А раз так, ему самое место в кабинете министров С вывеской «Раздвоение личности» Все они наги, разбиты Бредут на ощупь, словно слепые Они не могут ответить на один вопрос Нового пасхального седера «Отец, скажи, зачем быть евреем?» А раз они не могут ответить на вопрос Своего ребенка Они его потеряют Только в иудаизме содержится Сколько-нибудь рациональная причина И логическое оправдание того Чтобы оставаться евреем Именно евреем Отличительным и обособленным Поскольку секуляризированный Эллинизированный Ассимилированный Израильский отец Не верит в иудаизм Он лишен и ответов, и детей Очаровательно! Божественная ирония Вводит в действие Железный закон Нового еврея Те, кто отбросили иудаизм И решили вырастить своих детей Нерелигиозными Вместо этого Поклоняясь в новом храме Еврейского национализма И сионизма Сегодня вынуждены Беспомощно наблюдать Как их дети Отворачиваются И от иудаизма И от сионизма Отцы нации Уничтожили своих собственных детей Так же, как они разбили Храм Моисея И алтарь равинов Заменив их Язычеством социализма Маркса И вселенской ассимиляции Идей и культур Иностранцев и язычников Кибуц породил Еврейскоязычного эллиниста Который сравнял Синай с землей И принялся поклоняться В пантеоне Гоя Первый поселенец Из восточной Европы Сохранял признаки еврейскости Потому что его отец Еще помнил штетл Изящество божественного возмездия В том, что его ребенок Уже не видит Ни малейшего различия Между евреем и неевреем Ни малейшей причины Не жениться на немке Работающей в Кибуце Его ребенок Уже не ощущает Ни капли вины Оставляя и кибуц И страну Чтобы жить со своим Нееврейским супругом В Европе или Америке Его ребенок Сын светского сионистского отца Отвергнувшего иудаизм Изящно воздает ему По заслугам Зевая при виде сионизма Давайте рассмотрим Невероятный пример Мардыхая Барона Левого члена Кнесета Деятеля движения Мир сейчас Шалом Ахшав Одно время Мардыхай Барон Был главным специалистом По воспитательной работе В израильских силах обороны Затем он был назначен Главой департамента По делам молодежи и пионеров При еврейском агентстве Судите сами Вот человек Которому доверена Крайне важная задача Прививать ценностные ориентиры Подавляющему большинству Израильской молодежи Которая на исходе Второго десятка лет Служит в армии Предполагается Что это должны быть Еврейские и сионистские ценности Необходимые для создания Гордого еврея Понимающего смысл еврейства И необходимость Отличаться от народов Только такие ценности Способны дать ему обоснование Почему необходимо жить в стране С высокими налогами Постоянной военной службой И ежедневной угрозой войны В свете всего этого А также ввиду важной должности В департаменте по делам молодежи При еврейском агентстве Которая распространяет Культуру и образование Среди молодежи мира Будет интересно отметить Что дочь Мардыхая Барона Таль Вышла замуж за араба Из Назарета Члена коммунистической партии И открытого сторонника ООП Конечно нельзя всегда Винить родителей Из-за ошибки детей Но в нашем случае Интересен не столько факт Этого межнационального брака Сколько отношения к нему Барона Итак Мардыхай Барон Бывший главный специалист По образованию При израильской армии И наставник еврейской молодежи При еврейском агентстве Говорит Лично я всегда считал Межнациональные браки Крайне вредным явлением Для еврейского народа Однако С другой стороны Каждый имеет право Выбирать собственные приоритеты Касательно семейных отношений И не может навязывать Свой выбор другим Если двое молодых людей Тщательно все обдумав И взвесив Делают свой выбор То кто такие Я и моя жена Чтобы стоять у них на пути Как раз напротив Мы с женой Считаем высшим долгом Поддержать их Я бы охарактеризовал То образование Которое получила моя дочь Как гуманистическое При этом добавлю Что когда вы встречаете Молодого араба-интеллектуала Свободно говорящего На иврите Впитавшего Значительную долю Нашей культуры Довольно чувствительного То для диалога с ним Уже есть все основания Факт в том Что между мной И моим зятем Нет никакого Особого напряжения По поводу Духовных и культурных Вопросов Конец цитаты А вот как Сама дочь Таль Описала отношения Отца к зятю Его зовут Дахар Алимед Аль Дахар Мой отец Умирает от Дахара Жорганизм Означающий В высшую степень Восторга Это Человек Ответственный За образование Еврейских детей Человек Заявляющий Я придерживаюсь Светских ценностей Я не верю В то Что Бог Вмешивается В земные дела Барон Человек Невероятно Запутавшийся Его Национализм Представляет Собой Нелогичное Следовательно Российское Мировоззрение Он может Говорить С молодежью О важности Сохранения Еврейских Корней Не имея Ни малейшего Логического Аргумента В пользу Этого нелепого И реакционного Утверждения Он может Заявлять Что смешанные Браки Вредят Евреям А затем Объявить О праве И даже Высшем Долге В кавычках Для каждого Искать Счастье Так Как он Считает Нужным Даже если Это и Смешанный Брак Он Спокойно Замешивает Коктейль Из света И тьмы Истины И лжи Еврейства И гуманизма Выпивает Его И пьяный Валяется На улице Еврейской Духовной Катастрофы Это жалкая Духовно Неуравновешенная Личность Никогда Не постигнет Истины И потому Смешивает Ее с ложью Объединяя Свет С тьмой Он Никогда Не сможет Объяснить Молодому Еврею Почему Важно Быть Евреем Потому Что Сам Так И не Понял Этого А его Либерализм Протестующий Против Расизма Психологически Подпитывается Теорией Еврей Космополит В кавычках Два Понятия Исключающие Друг Друг Примечательно Как Охарактеризовал Барона Некий Джеймс Райс Функционер Федерации Еврейских Филантропов Он Пишет О нем В своей Книге Мы Одно Но Я Много Цитата Из которой Была Приведена В журнале Момент Июль 77 Года Райс Рассказывает Как Общался С Бароном На еврейском Конечно же Ужине Барон Покорил Меня Рассказом О своей Первой Поездке В Сдебокер Где он Встречался С Давидом Бен-Гурионом Паула Жена Бен-Гуриона Поприветствовала Его Такими Словами Вы Не Похожи На еврея Ничего Не могу С этим Поделать Признался Барон Моя Мать Была Немецкой Католичкой Все В Порядке Ответила Паула У меня Сын Женат На Шикси Райс Функционер Американской Еврейской Организации Который Поспособствовал Разрушению Своей Общины Позже Позже Отозвался О Своем Израильском Коллеге Мое Восхищение Бароном Увеличивается Всякий Раз Когда Я Его Слышу Я Непременно Помогу Ему В Чикаго Интересно Помогли Райс Барону Когда В 1984 Году Левый Израильский Воспитатель Солдат Посетил Америку В рамках Тура Организованного Воинственной Антисионистской Организацией Американский Комитет Друзей На службе Обществу И Американским Отделением Движения Шалом Ахшав Известным Как Новый Еврейский План Слово Новый Видимо Говорит О том Что В этом Плане Нет Ничего Изначально Еврейского Барон Приехал Вместе С Умеренным В кавычках Представителем ООП Бывшим Мэром Иудейского Города Халкула Мохаммедом Мельхамом Господин Мельхам Это величайший Политический Иллюзионист Всех Времен Чем и заслужил Прозвище Умеренного В 79 Году Выступая Перед Американским Комитетом На службе Обществу Умеренный Мохаммед Озвучил Следующие Умеренные Требования Возвращение Всех Земель Окупированных В 69 Году Включая Иерусалим А также Возвращение Всех Арабских Беженцев 48 Года В Яфу Хайфу Акка И так далее В тот же год Этот Умеренный Сообщил Левому Конгрессу Мира Во всем Мире В Швейцарии Что даже Во времена Нацизма Европейские Народы Не терпели Таких Завоевательных Амбиций Как у Израиля Тогда Умеренный Мельхамм И еще Один Миротворец Мэр Хеврона Фахт Квасме Дерзко Подстрекали Арабов К восстанию В интервью Одной Арабской Газете Мельхамм Хвастался Что он Был членом Национального Руководящего Комитета ООП Целью которого Было Вербовать Массы Для Антиизраильской Деятельности Затем В марте Восьмидесятого Года На митинге В Хевроне Мельхамм Заявил Этот митинг Создаст Много сил И много Дел Да начнется Джихад Пять недель Спустя В Хевроне Неизвестные Хладнокровно Застрелили Пятерых Евреев Мельхамм И Квасме Были Высланы Из страны После чего Первый Призвал Преследовать Израильтян По всему Миру Потому что В Израиле Нет ни Голубей И ни Ястребов Лишь Свиньи Однако Израильского Военного Педагога Все это Все это Ничуть Не беспокоило Барон Проехал С Мельхамм По всем Соединенным Штатам Его даже Принял Еврейский Истеблишмент Сан-Франциско Попробуйте Проделать Это С Каханы И когда Его спросили Что он Думает О высказываниях Мельхама О джихаде Военный Педагог Ответил Есть Язык Войны И есть Язык Мира Он Добавил Что его Хороший Друг Мельхам Известен По всему Израилю Как один Из наиболее Умеренных Лидеров Палестинцев Западного Берега Что ж С нетерпением Ждем Когда Появятся Экстремисты Будучи Лидером Движения Шалом Ахшаф Барон Как и Прочие Самоубийцы Из левого Крыла Еще раз Доказывает Это крыло Гораздо Больше Чем Просто Политическая Группа Которую Интересуют Лишь Земля И границы Он И его Лагерь Представляет Все То В еврейской Жизни Что Имеет Нееврейские Эллинистические Корни Работник Образования Теперь Становится Понятно Почему Сабра Отпадает От еврейства Превращаясь В евритоязычного Нееврея До мозга Костей Теперь Понятны Причины Краха Сионизма В Израиле Эмиграции Потери Нравственных Ценностей Когда у нас Такие Работники Образования Как барон Чего Остается Ожидать От понятия Образованных Ничего И действительно Как раз Наиболее Образованные В кавычках Сыны и дочери Кибуца Этого сердца Леволенда Сыны и дочери Элиты И буржуазии Просвещенной И прогрессивной Именно Они Громче других Протестуют Против всего Еврейского Именно Они Отбрасывают Все рамки Дозволенного Огромное Число Прогрессивной В кавычках Еврейской Молодежи Страдает От наркомании И сексуальной Анархии Более Половины Детей Поселенцев Кибуцев Более Высокий Процент Чем В других Секторах Покидают И их И страну Действительно Если Посмотреть На то Жалкое Количество Иммигрантов Которые Еще Приезжают В Израиль То подавляющее Их Большинство Религиозны В то время Как среди Покидающих Страну Эмигрантов Картина Ровно Противоположно Новоприбывшие Приезжают С ермолками На голове Почти все Уезжающие Лишены Традиционного Еврейского Головного Убора Чудовищное Дитя Светского Сионизма Понимает Что Национализм В лучшем Случае Вещь Глупая При Всем уважении К шведам И финнам Одни Мало чем Отличаются От других То же касается И всех Флагов Парламентов Пример Министров И гимнов Какой Абсурд Какое Полнейшее Отсутствие Элементарной Логики Но что Что еще Хуже Какая Опасность Сколько Воин Было Развязано Сколько Людей Погибло Из-за Искусственных Различий Между Людьми Когда Для Молодого Израильтянина Все это Далеко Не теория Но практика Окружающей Действительности Когда Он Видит Что Война С арабами Ведется За Еврейскость В кавычках Государство За Сионизм Который Делает Акцент На Отличительности И Отделенности Без Всякого Логического Прогрессивного И Демократического Обоснования Когда Ради Этого Он Должен Отслужить В армии Три Года По Достижении 18 Лет И Затем Служить Еще По 30 40 Дней Каждый Год В резерве Когда Он Живет В Постоянном Напряжении В Ожидании Войны Когда Его Налоги Когда Он Знакомится С симпатичной Или Не Очень Не Еврейкой В Кибуце На Тель-Вивском Пляже Или Проезд Или При Поездке В Голландию Или Чикаго И Когда Его Двоюродный Брат Хорошо Устроившийся В Лос-Анджелесе Пишет Ему Саркастические Письма Говоря Дурень Что Ты Там Забыл Приезжай Сюда Я Устрою Тебе Зеленую Карту Разрешение На Работу Ты Женишься На Американке Будешь Зарабатывать Деньги Никакой Армии И Прочего Безумия Какой Смысл Оставаться Молодой Сабра Этот Жертвенный Агнец Светской Образовательной Системы Которая Так и Не Намучила Его Быть Евреем Молодой Израильтянин Который Гордится Тем Что Он Израильтянин А не Еврей Выбросив Якорь Иудаизма Он Беспомощно Дрейфует В море Пытаясь Спастись С корабля Сианизма С Глупцами Сианистами У руля А поскольку Многие Попросту Не Могут Сбежать С Этого Корабля Будучи Обречены Жить В потенциальном Лагере Смерти Стоит ли Удивляться Что они Хватаются За соломинку Иллюзий И приветствуют Мир Чистой воды Безумия Призывая К уступкам Врагу Который Завтра Вырежет Их Так же Как вчера Вырезал Их Отцов Удивимся Ли мы Когда Словно Слепые Лемминги Они Совершат Государственное Самоубийство Народ Отказавшийся От своего Прошлого Не имеет Будущего Если у народа Нет веры В Бога В конечном Итоге Он потеряет Веру В себя Он Подвергнет Сомнению Все Что у него Есть В том числе Право На собственную Землю Он будет Скитаться По улицам Лишенный Самого Главного Оружия Уверенности В себе Когда Счастливое И уверенное Государство Породило Детей Трясущихся От сомнений И страха Это Реальность Естественный Результат В государстве Утратившем Свою Веру Еврей Против Эллиниста Настоящая Борьба Борьба Тех Кто верит В Бога Израиля Против Тех Кто Открыто Отрицает Его Объединившись С лукавыми Лицемерами Это Реальность Светского Сионизма Который Вырвал Собственное Сердце Иудаизм И вместе С ним Потерял И голову И руководство И молодежь Государство Израиль Пожинает Плоды Светского Национализма И светского Сионизма Мечту Ассимилированных Евреев Которые Хотели Искоренить Иудаизм И построить На его месте Гордый Новый Национализм Тем самым Гарантировав Смерть Последнего Имейте Мужество Взглянуть В лицо Реальности Еврейское Государство Превратилось В Ивритая Язычную Карикатуру На нееврейский Запад Посмотрите На то Во что Превратилась Мечта О Сионе О земле Святого Особого Избранного Народа Что мы Можем Дать Этим Жалким Потерянным Сабрам На которых Их же Интеллектуалы И художники Изливают Свой Антисемитизм И ненависть К себе В худшей Форме Вот Лишь Один Удивительный Пример Из жизни Нового Еврея В декабре 1985 Года К зданию Израильского Музея Было Пристроено Новое Крыло И Множество Израильских Анархистов От культуры Собралось На коктейль Вечеринку Среди них Был Искульптор Игаль Тумаркин К сожалению В повестке Дня Значилось И кое-что Еще Помимо Коктейля К ужасу Тумаркина Этот день Совпал С праздником Ханука И президент Герцог Начал Зажигать Традиционные Свечи Тумаркин Не просто Сбежал С вечеринки Как с пожара Но и написал Протест Такого Содержания Музей Это прямая Противоположность Синагоге Это символ Культуры И прогресса Если бы Сегодня у власти Были Маковеи Музей был бы Обращен В развалины Ханука Это праздник Отсталости И реакции И на нем Нечего делать Художнику И интеллектуалу Конец цитаты Чем мы накормим Этих жалких Евреев Этих жертв Духовного Недоедания А что Можно предложить Молодым Израильским Евреям Которые Не видят Ни логической Ни материальной Ни рациональной Причины Быть евреем Облуждающие Евреи Типа Джорджа Стейнера Учат их Что национализм Это трагедия Человечества И что такая Нелепость Как флаги И суверенитет Однажды Уничтожит мир Как объяснить Как объяснить им Что только Израиль В качестве Еврейской Родины Может спасти Их От еще Одного Освенцима Если они Не верят В то Что язычники Ненавидят Евреев Достаточно Чтобы устроить Новый Холокост Если они Отрицают Что антисемитизм Является Частью Нееврейского Сознания Если они Считают Что арабы Опаснее Для выживания Евреев Израиля Чем кто бы то ни было Для евреев США Канады Австралии И Западной Европы Или Быть может Мы должны Разглагольствовать О важности Еврейской Культуры В кавычках Воскресив Концепцию Культурного Сионизма Ахада Аама Как современные Секуляристы Могут учить Молодых Сабр Специфики Еврейского Национального Духа И национальной Этики Когда каждый Молодой Светский Израильтянин Прекрасно Знает Что у Евреев Нет никакой Монополии Ни на дух Ни на этику Факт Существования Еврейской Культуры Не дает Молодому Сабре Ни единого Повода Отказаться От брака С этичной Шиксой Или переехать В этичный Бостон Или Быть может Молодого Израильского Еврея Удастся Убедить В величии Еврейства При помощи Строк Светского Мистика А. Д. Гордона Он писал «Еврейская Душа Это дочь Природы Эрцисраэль Земли Израиля Народы Не понимают Еврейского Духа Для них Это Великая И просвещенная Тайна » Не имеют Ни малейшего Понятия О чем Идет Речь Какая Такая Еврейская Душа Какой Еврейский Дух Может ли Просвещенный Прогрессивный Демократичный Еврей Борец С Расизмом Верить В существование Особого Еврейского Духа И души Бедный Гордон Он Отверг Чистый Иудаизм Ради Полнейшей Чепухи Еще Хуже То Что В наше Безумное Время Нистовой Клеветы Когда На каждом Углу Звучит Слово Расизм Даже Величайшие Из Философов Демонстрируют Глубины Замешательства Взять К примеру Гуру Бога Всех Растерянных И Недоуменных Наших Дней Мартина Бубера О нем Начали Говорить Когда он Выступил С протестом Из Этических В кавычках Соображений Против Казни Адольфа Эйхмана Бубер Мастер Туманных Невыразимо Бессмысленных Сочинений В стиле Все ни о чем Его Работы Настолько Путаны Для любого Нормального Человека Что он Может По праву Считаться Гением Глубокого Философского Недоумения Бубер Это Жалкая Страдающая Душа Что так Отчаянно Нуждается В духовной Помощи Сам Слепой Выписывает Рецепты Слепым Согласно Буберу Еврей Должен Интегрировать Интегрировать Индивидуальное В континууме Крови В кавычках Народа Где кровь Обозначает Творческую Тайну Объединяющую Поколение Конец Цитаты Несложно Догадаться Какое Глубокое Впечатление Эта Сентенция Произведет На молодого Израильского Еврея Какая Гордость Какое Благородство Какая Нелепица Если Не Откровенный Расизм Цитата Как Человек Меряет Так И ему Будет Отмерено В этих Словах Равинов Звучит Неизбежный Закон Меры За Меру Светские Сианистские Отцы Посеяли Отравленные Семена Секуляризма И Их Дети Упадут Недалеко От этой Яблони Отвергнув И сианизм И все Еврейское В кавычках И кто Может Их Обвинять Отцы Нации Основатели И мыслители Сианизма Не только Заложили Инфраструктуру Для духовного И идеологического Краха Но и Сегодняшние Эллинисты Движимые Психопатологическим Стремлением К саморазрушению Обеспечили Гибель И еврейской Молодежи И еврейского Государства Как мы Можем Серьезно Просить Молодого Израильского Еврея Остаться В еврействе И не Жениться На порядочной Доброй Красивой Умной Нееврейке Если Редактор Газеты Аарец Гершон Шокен Пишет Статью 29 Августа 85 Года С таким Названием Как Проклятие Эздры Речь идет Конечно же О борьбе С межнациональными Браками Которую Проводили Эздра И Неемия Лидеры Еврейской Общины Вернувшейся В Израиль Из Вавилона И восстановивший Храм И Эздра И Неемия Были удручены Степенью Духовного Разрушения Поразившего Народ Тогда Как и сегодня Значительная Часть Руководства Особенно Среди Священства Состояла В смешанных Браках Однако В отличие От нашего Времени Эздра Обладал Всей Необходимой Властью Он Без Промедления Собрал Всех Вернувшихся Из плена Евреев И призвал Их Не только Не вступать Больше В смешанные Браки Но и Удалить От себя Всех Неевреек На которых Они женились Цитата То Не придет На собрание И не поклянется На все Имение Того Будет Положено Заклятие И сам Он Будет Отлучен От сообщества Конец Цитаты Не подлежит Сомнению Что этот Шаг Эздры Был Одним Из величайших Благословений За всю Историю Еврейского Народа Талмуд Не зря Называет Эздру Достойным Того Чтобы Дать Евреям Тору На Синае Но то Что настоящий Еврей Считает Благословением В глазах Эллиниста Оказывается Проклятием И Шокен Один из Самых Непримиримых Врагов Иудаизма Яростно Нападает На еврейский Запрет Смешанных Браков Цитата Для Для Суверенного Народа Который Стремится К сосуществованию С людьми Другого Происхождения И Установлению Нормальных Отношений С соседями На своих Границах Этот Запрет Символизирующий Отчуждение Евреев От других Групп Превратился В проклятие Если Так Будет Продолжаться Он Приведет К Цементированию Напряженности И Изоляции Израиля Во всем Регионе Мы Должны Освободиться От проклятия Эздры Конец Цитаты Такую Перчатку Бросают В лицо Иудаизма Самоненавистники Эллинисты Сложно Придумать Более Явный Вызов Иудаизму Более Однозначное Объявление Войны Однако Важнее То Что Шокен Глупец Опаснее Даже Чем Шокен Враг Иудаизма И еврейского Народа Каждый Светский Молодой Израильтянин Читающий Эти строки Неизбежно Придет К логическому Заключению Если Отделенность Изолирует Еврея А изоляция Это проклятие Тогда Зачем Нужно Еврейское Государство Со всеми Его Отличительными Особенностями Ведь Именно Это В гораздо Большей Степени Чем Индивидуальные Проявления Еврейского Архаизма Беспокоит Арабов Больше Всего Если Запрет Иудаизма На Индивидуальный Смешанный Брак Это Проклятие То Что Можно Сказать Вопрошает Молодой Израильский Еврей По поводу Национальной Цели Сионизма По созданию Еврейского Государства Если Эздра Это Проклятие То Что Можно Сказать О Герцле Молодой Израильский Еврей Не Дурак Конечно Он Согласится С Шокеном После чего Сделает Логичный Вывод Который Шокен Будучи Идеологическим Трусом Сделать Не Может Зачем Вообще Быть Евреем В Национальном В кавычках Смысле Почему Бы не Принять План Арафата По Созданию Демократической Светской Палестины Или Израиля Название Абсолютно Не Имеет Значения В Которой Не Играет Никакой Роли Кому Принадлежит Большинство Евреям Арабам Или Китайцам И Что Самое Главное Зачем Вообще Быть Евреем Следуя Путем Слепых Безумных Светских Отцов Основателей Шокен Освещает Путь Для уничтожения Сионизма Которому Он Якобы Следует Конечно В глубине Души Раздираемый Явным Противоречием Между Верой В которой Ему Не повезло Родиться И не Еврейскими Ценностями Которым Он Столь Привержен Это Именно То Чего Хочет Шокен Разрушение Молодого Израильского Еврея Происходит На многих Фронтах В совет За статьей Шокена В Гаарц Пришло Письмо В его Поддержку Причем Автор Приводит Аргумент С точки Зрения Здоровья Автор Хаим Кацори Член Кибуца Айелета Шахар Его Домик Для гостей Популярен Среди Наивных Еврейских Туристов Которые По глупости Посещают Его И тратят В нем Свои Деньги Сколь Немногие Знают Что Кибуцники Которых Они Посещают От Которых Веет Аурой Гордого Нового Еврейства Находятся В числе Величайших Врагов Еврейского Народа И всего Того Во что Верит Простой Еврей Кацори Пишет Религиозный Запрет На Межнациональные Браки В Израиле В долгосрочной Перспективе Приведет К ослаблению Нации С физиологической И генетической Точек зрения Мы должны Видеть В каждом Израильском Гражданине Выполняющем Свои Национальные Обязательства Будь то Еврей Или араб Кандидата На межнациональный Брак Ради Иммунизации Нации Конец Цитаты Конечно За тысячи Лет Действия Проклятия Эздры Еврейский Народ Полностью Деградировал Список Ученых Интеллектуалов Художников И лауреатов Нобелевской Премии Однозначно Подтверждает Тезис Кибуцника Еврейские Вооруженные Силы Ясное Доказательство Правоты Левого Автора Так что Мы должны Немедленно Отменить Запрет На смешанные Браки Этот Жалкий Вздор Вещественное Доказательство Номер Один На суде Над Израильским Эллинизмом Это Ничто Иное Как Ненависть Кеудаизму Как Таковому А ведь Молодой Израильский Секулярист Наблюдает И Учится Он Наблюдает Уже Годами Он Видел Исход Удивительной Шестидневной Войны Тогда Голда Мейер Была Против Ассимиляции Она Была Одной Из тех Кто Считал Что Евреи Должны Быть Отдельным Народом Но Не Могла Объяснить Это Новому Израильтянину Которого Создавала Своими Руками Она Собрала Группу Приезжих Равинов И Сказала Им Любой Кто Вступает В смешанный Брак Присоединяется К 6 Миллионам Убитых В Холокосте Конец Цитаты Сразу Сразу После этого Политическая Партия Мокет Предшественница Нынешней РАЦ Шуламид Алони И Йосис Арида Выступила С таким Заявлением Разве Разве Еврейская Идентичность Сегодня Определяется Одним Лишь Рождением Разве Шауль Черняховский Языческий Еврейский Поэт С нееврейской Женой Уже Мертв Для Израильской Культуры Запомните Нация Не племя И общество Не община Государство Не гетто Конец Цитаты Конечно Подобное Нападение На базовую Идентичность Еврейского Народа Не прошло Даром Для молодого Еврея Который Всегда Будет Храбрее И логичнее Своих Робких Старших Товарищей Все это Предпосылки Для краха Любого Логического Обоснования Существования Еврейского Государства И необходимости Быть Евреем Как таковой Ведь Молодой Израильский Еврей Доводит Логику Мокеда До завершения Он Рассуждает Человек Это Не племя Не нация И не государство Человек Часть Всемирного Сообщества Людей Которое Не различает Народы Отрицает Флаги И прочие Национальные Символы Различий В том числе Сионизм И отделенность Евреев От других Народов Конец Цитаты Война Война Против Иудаизма Такова Что В случае Успеха Она Уничтожит И сионизм И еврейский Народ Невозможно Чтобы Эллинисты Это не понимали Они понимают И это Именно То Чего Они Добиваются Но Не имеют Смелости Открыто Заявить Об этом Их Нападение На Каханы И Каханизм Это Нападение На Иудаизм И Когда Они Обвиняют Каханы В Расизме Они Де Факто Обвиняют В Расизме Иудаизм Они Обвиняют В Расизме Противников Смешанных Браков Они Обвиняют Наших Предков Они Обвиняют Наших Предков Погибших За отделенный Еврейский Народ Не Просто В Глупости В Расизме Именно Поэтому Враждебная Компания Лишь Набирает Обороты Еженедельная Иерусалимская Газета Коль Гаир Одна из Самых Активных Антиеврейских Газет Страны Публикует Большую Статью Юрама Бенура В этой Статье Увы Перепечатанной Не одним Еврейским Изданием В США Автор Рассказывает О Проделанном Эксперименте Переодетый Арабом Он Ходит По Иерусалиму С Еврейской Девушкой И пытается Снять Квартиру Чтобы Получить Возможность И пытается Снять Квартиру Чтобы Получить Возможность Жить С Еврейкой Пытается Получить Доступ В частный Клуб Трагический Результат Нетерпимые Предвзятые Евреи Отказывают Ему В этом Именно Это Хочет Изменить Газета Кольга Ир И Эллинизм Покончить Запретом На Еврейско Арабские Отношения По Причине Их Расизма Но Настоящей Целью Является Иудаизм Поскольку Именно Он Является Для них Источником Расизма Другой Заблудившийся Эллинист Йорам Перри Написал В газету Истадрута Давар 15 октября 85 Года Ассимиляция Была Главной Проблемой Евреев Изгнаний В Израиле Она В принципе Не представляет Собой Проблемы Основная Проблема Сегодня Это Отношение Между Евреями И Арабами И Заплатить Небольшую Цену В виде Смешанных Браков Чтобы Не превратиться В российское Антидемократическое Общество Более Чем Оправданно Конец Цитаты Вот Он Голос Эллинизма Вот Оно Подлинное Лицо Тех Сил Что Ополчились Против Каханы Их Единственная Цель Иудаизм Их Задача Покончить С Еврейским Народом Как С Отделенным Отличительным Избранным Их Истинные Ценности Демократия И гуманизм И как я уже Неоднократно Говорил Они Противоречат Базовым Принципам Иудаизма Сианизму И еврейскому Народу Вот Вот Почему Нападкам Подвергается Каждый Аспект Еврейского Народа Говорящий О его Святости И Посвященности Все Это Видит Молодой Израильский Еврей И Извлекает Уроки Религиозные Партии Предложили Запретить Продажу Свинины В Еврейских Общинах Эллинисты Встали На защиту Свинины Эллинисты И Свиньи Взошли На баррикады В защиту Свободы Мерзости И Против Иудаизма Сделавшего Еврейский Народ Отделенным И Организованным Подняв Его Над Животными Желаниями И Страстями Ограничив Его Свободу Есть Все Что Угодно Газета Джерузалем Пост Позволила Некоему Джозефу Франклину Опубликовать Большую Статью Против Запрета Свинины Против Иудаизма Мы Защищаем Свинину Не потому Что Это Вкусное Мясо Борьба Ведется Против Понижения Светской Мысли И Практики И Подчиненное Положение На самом Деле Борьба Идет Между Традициями Светского Гуманизма Номинально Разделяемыми Большинством Израильского Населения И Маргинализацией В духе Ближневосточного Экстремизма Хотя Может Показаться Что Свинарники Кибуца Месра И Мясная Лавка Крансдорфа Нелепый Повод Для Философских Дебатов Политические Конфликты Обычно Всегда Вращаются Вокруг Символов И У Израильских Религиозных Сил В их Борьбе Со Светской Культурой Нет Лучшего Символа Чем Свинья Конец Цитаты Михаил Гандель Зальц Автор Газеты Арец На тему Культуры Которому Недостаточно Было Того Что Совет По Цензуре Разрешил Демонстрировать В Израиле Мерзость О Калькутта Пишут 5 марта 86 Года Тот Факт Что Большинство Совета По Цензуре Постановило Что Взрослые Граждане Имеют Право Решать Хотят Они Видеть Обнаженные Тела Или Нет Это Лишь Счастье Для Голых Потому Что Не Нашлось Большинства Которое Бы Решило Что Взрослые Имеют Право Думать В Случае С пьесой Эфраим Возвращается В армию Апелляция Была Отклонена В результате Равного Числа Голосов Это Антивоенная Постановка Как Обычно Изображающая Израильскую Армию Жестокой Нацистской Завоевательной Машиной Как раз То Что Нужно Израильской Молодежи В ситуации Когда Израиль На войне С арабами Жаждущими Его Уничтожить Пока Существует Этот Позорный И глупый Закон О цензуре Мы Мы Должны Бороться С ним Изо Всех Сил Конец Цитаты Очевидно Что Помимо Войны Против Арабов За Выживание В Израиле Ведется Гораздо Более Серьезная Борьба Между За Облик Государства И Живущих В нем Евреев И Это Далеко Не Новый Конфликт Это Лишь Последняя Фаза Старого Конфликта Корни Которого Уходят В Тысячелетнюю Историю Один Из Его Этапов Запечатлен В Празднике Ханука Который Многие Празднуют По Неведению Около 2500 Лет Назад Произошла Яростная Схватка Между Теми Стремились Создать Подлинно Еврейскую Культуру И Общество И Теми Кто Хотел Быть Греком По Форме И Содержанию Последние Стали Известны Как Эллинисты Именно С ними Боролись Маковеи Они Боролись Против Извращения И Загрязнения Еврейского Народа Против Его Превращения В Омерзительную Карикатуру На Иностранную Культуру Сегодняшняя Борьба Точно Такая Же По Своей Сути Это Борьба В Еврейском Государстве Которая Уже Превратилась В Государство Евреев Но Скоро Перестанет Быть И Им Будет ли Это Государство Домом Для Божественного Избранного Народа Обличенного В Святости Отличительность Будет ли Это Обособленная Отличительная Нация Отделенная От Мерзостей Других Народов Изолированная От Иностранных Культур Морающих Чистая Могущих Сбросить Особый Народ С Высот Святости В Глубины Нечестия Станет Ли Она Избранным Свободным Народом Бога Или Она Выберет Путь Всего Посредственного И Дурного Отвергнет Мечту Обратит Святость В Заурядность Падет С Высот В Низость Так Говорит Господь Не Учитесь Путям Язычников И Иеремия 10 Этому Выбору Предстоит Определить Жизнь Народа Израиля От Этого Выбора Зависит Увидим Ли мы Избавление Или Трагедию И Этот Выбор Делается Ежедневно Поскольку Новые Эллинисты Каждый День Демонстрируют Новые Грани Пошлости И Нечестия Эти Ассимилированные Израильтяне Объединились С лидерами Еврейского Истеблишмента Изгнания Которые Федерируют Еврейское Сообщество Объединенно Призывают Его Которые Председательствуют В храмах Служат Равинами Бессиная А иногда И без Бога Как Поучительно Порой Наблюдать За диалогом Еврейского Ребенка И Реформистка Консервативного Равина Как Интересно Было Бы Записать Встречу Еврейского Ребенка И его Еврейских Лидеров Этих Неучей За Импровизированным Мини Седером За Которым Ребенок Задает Тот Самый Вопрос Отцы Еврейские Лидеры Объясните Мне Во имя Мира И Братства Почему Я должен Непременно Быть Евреем А не Просто Человеческим Существом Как Интересно Было Бы Собрать Всех Простых Сынов Авраама Ицхака Иакова На Огромном Стадионе И поставить Перед Ними Всех Еврейских Баронов Графов Еврейского Истеблишмента Лордов Еврейского Руководства Директоров Всех Федераций Советов И призывов Всех Реформистских И консервативных Равинов Всех Тех Кто Так Неудержимо И раболепно Служит Демократии Равенству И вселенскому Братству Всех Людей При этом Уча Молодежь Гордиться Своей Еврейскостью В кавычках Поддерживать Израиль Еврейское Государство С особым Статусом Евреев Бороться Со смешанными Браками И ассимиляцией И поддерживать Объединенный Еврейский Призыв Местный Еврейский Храм И Еврейский Центр Как увлекательно Было бы Посмотреть На эту картину Этот новый Седер С новой Пасхальной Программой Ядром Которой Был бы Целый Набор Новых Еврейских Вопросов Как бы Ужаснулись Еврейские Бароны Невежества И равины Лицемерия Услышав От еврейского Ребенка Такой вопрос Если все Человеческие Существа Равны А все Люди Подобны Друг Другу С духовной Точки Зрения Созданы По образу Бога Если Говорить О Боге Если Идеалом Является Один Мир Где Все Люди Братья Почему Тогда Вы Еврейские Лидеры Заставляете Нас Быть Евреями Возводить Барьеры И создавать Отличия Между Евреями И Не Евреями Почему Бы Просто Не Быть Человеческими Существами Без Всяких Барьеров Почему Я Не могу Вступить В брак С Хорошей Этичной Симпатичной Умной Нееврейкой Или Неевреем Без Этого Абсурдного Фарса Обращения Почему Бы Просто Не следовать Этике Без Всякой Привязки К Еврейству Нееврейству Ибо О какой Такой Еврейской В кавычках Этике Вы говорите И неужели Вы хотите Сказать Что Нееврей Не может Быть Этичным Конец Цитаты Главное Отличие Между Ортодоксальным И реформистско-консервативным Иудаизмом Состоит В том Что Ортодоксы Верят В то Что Тора Как Она Есть Была Действительно Дана Еврейскому Народу Богом На Синае И что Это Его Подлинное И Буквальное Откровение Согласны Мы с этим Или нет Нельзя Не отметить Если Это Действительно Так Тогда Есть Все Причины Быть Евреем И Естественно Соблюдать Все Божественные Законы Этой Торы И Отличаться От Других Народов Но Если Как Утверждают Реформистские И Консервативные Лидеры Это Не Так И Тора Не Была Буквально Дана Богом Народу Но Лишь Была Божественно Открыта В кавычках Ему Тогда Будучи Честными Евреями Мы Обязаны Спросить Себя Что Это Такое Божественно Открыто Если Бог Не Явился На Синая И Не Дал Тору Откуда Наши Равины Знают Что Она Была Божественно Открыта Тогда И Христианство Тоже Было Божественно Открыто И Ислам И Буддизм Возможно Что И Марксизм И Адам Смит И Все Что Хочется Мне И Моему Интеллигентному Другу Не Еврею Откуда Равины Знают Что Только Иудаизм Божественно Открыт И Если Другие Учения Тоже Были Божественно Открыты Почему Тогда Еврейские Лидеры Настаивают На Расистском Сепаратистском Разделении Людей На Евреев И Не Евреев Отцы Нации Не Могли Бы На Минуту Отложить Бутерброд Свечиной И Объяснить Мне Если Тора Иудаизм Не Являются Непосредственным И Точным Словом Бога Какой Смысл Соблюдать Все Это Почему Храмовые Равины Учат Меня Соблюдать Одни Законы И Забыть О Других Кто Должен Определять Какие Законы В духе Времени В кавычках А какие Нет Зачем Иметь Какой Либо Формализированный Ритуал Зачем Быть Реформистом Или Консерватором Соблюдая Правила Навязанные Мне Другими Зачем Ходить В храм И Молиться По Положенному Обряду И По Определенной Книге Которую Написал Кто-то В Нью-Йорке Или Цинценатти Почему бы не быть Просто собой И делать то Что ты считаешь Правильным В конце концов Быть может Я тоже Божественно Открыт Зачем Я должен Ехать в Израиль И работать Там Добровольцем Если Во мне Гораздо Больше Нуждаются Другие Бедные Страны Например Эфиопия И Перу Что это За Усколобая И российская Одержимость Еврейством Разве Мы Не все Дети Бога Зачем Поддерживать Объединенный Еврейский Призыв Когда Можно Поддерживать Объединенный Человеческий Призыв Вы Окончательно Сбили Меня С толку От Ценации Вы Не соблюдаете Шаббат Не едите Кошерную Пищу Не верите Что Иудаизм Это Буквальное Слово Бога Все чаще Женитесь На нееврейках Но при этом Утверждаете Что Вы Евреи В кавычках И что Хуже Требуете Этого И от Меня Зачем А самое Ужасное Это Мои Неортодоксальные Равины Согласно Отчету Ленна 72 Год Не менее 14 Процентов Равинов Признаются Что они Агностики Либо Атеисты Что За Религиозное Движение Может Породить Таких Равинов В кавычках Разве Не лучше Быть Честным Атеистом И не Связывать Себя С храмом Чем Пускать Пыль В глаза Подобным Образом Более Того Еще 14 Процентов Сообщают Что Придерживаются Нетрадиционной В кавычках Веры В Бога Например Ролан Гительсон Который Сказал Я не верю В чудеса Я не верю В Бога Как личность Или отдельное Существо Я верю В то Что Бог Это сила И разум Конец Цитаты Реформистский Иудаизм Зима 83 Года Итак В самом Деле Как это Понимать Разве Это Интеллектуально Честно Разве Не более Логично И честно Либо Взять Пример С Ортодоксов И заключить Что Бог Контролирует Судьбу Каждого Совершает Чудеса И направляет Историю Либо Честно Признать Что Он Не существует Во всяком Случае Как Слушатель Молитв И перестать Ходить В храм А самое Отвратительное В этом Всем Это Жульничество И расизм Равинов Несмотря На то Что Реформисты Отрицают Тот факт Что Бог Явился На Синае И буквально Открыл Себя В Торе На съезде В Иерусалиме 30 июня 83 года Они объявили Мы верим Что Бог Уготовал Для народа Израиля Религиозное Предназначение Которое Отличает Его От всех Народов Земли Конец Цитаты Будучи Либеральными Гуманистами Разве Вы Не Возмущены Таким Проявлением Расизма И Ограниченности Если Бог Не явился И не Сообщил Нам Об этом Откуда Мы знаем Что Являемся Избранными В кавычках Если Тора Не является Божественной И абсолютной Истиной Зачем Мы Почитаем Книги Полные Варварских В кавычках И архаичных В кавычках Эпизодов Если Если Главным Критерием Является Этика Разве У нас Нет Прекрасных И Этичных Трудов Не Еврейских Авторов Разве Лидеры Реформистов И Консерваторов Не Демонстрируют Эмоциональную Трусость Не Дающую Им Порвать Сусколобостью И Стать Нормальными Человеческими Существами Какая Потрясающая Конфронтация Могла бы Получиться Из Этого Светские Сионистские Франкенштейны Создали Еврейское Дитя Монстра Которое Восстало Против Иудаизма Что Они Не Предвидели Это Что Монстр Нападет На Сионизм И Еврейский Национализм Это Израилю Еще Предстоит Увидеть Отцы И Дети Евреи Против Иудаизма И Неизбежно Против Сионизма И В Конечном Итоге Против Самого Понятия Еврейского Народа Против Против Против